всем доброго времени суток сегодняшний видео урок посвящен футажам вот у меня есть два таких футажа один занавесом и второй который сейчас начнет играть вот такой вот цветок распускающийся и я вам в этом уроке покажу как сделать вот эти два футажа вернее не как их сделать а как с ними можно работать итак вы с интернета скачали футаж с раскрывающимися занавесом как с ним нужно работать становимся на ленту со слайдами щелкаем правой кнопкой мыши вставка добавить пустой слайд заходим в параметры слайда открываем тот футаж который нас интересует вот я его нашла открываем что нам нужно сделать прежде всего во первых смотрим время этого футажа 14 секунд но тут у нас есть заставка заставка того кто выложил этот футаж в интернете нам она не нужна мы должны ее обрезать поэтому переходим в параметры слоя выбираем обрезка видео и вот эту вот заставочку обрезаем вот закончилась заставка и вот вот где начинается уже наш футаж вот там мы должны его обрезать значит что я сделала я взяла вот этот бегуночек зажала левую кнопку мыши и не отпуская ее просто протянула до нужной точки теперь отпускаю левую кнопку мыши и нажимаю клавишу окей давайте посмотрим что у нас теперь получилось вот идет наш футаж без рекламы и открывается теперь нам нужно чтобы вот этот вот зеленый фон у нас стал прозрачным для этого мы заходим в коррекцию ставим галочку там где у нас прозрачный цвет нажимаем кнопку прозрачный цвет выбираем вот здесь вот ключевой цвет берем пипетку щелкаем по фону нажимаем вот здесь клавишу выбрать и вот этими бегуночками подвигаем так чтобы у нас не видно было вообще вот этого зеленого цвета это вам нужно определить уже самим где-то больше где-то меньше ну вот примерно вот так нажимаем ok теперь нам под этот футаж нужно поставить свою фотографию которую мы хотим демонстрировать нажимаем на плюс добавить изображение вот я выбрала вот такое изображение давайте увеличим это изображение чтобы оно полностью занимало наш экран для этого я просто колесико мышки двигаю вот так вот по экрану и теперь нажимаем правой кнопкой мыши на первый ключевой кадр и копируем в следующий ключевой кадр теперь мы слой с фотографией должны опустить под футаж для этого мы нажимаем вот этот треугольник который называется переместить выбранный слой вниз вот и наш слой оказался под футажом теперь мы проверим здесь на футаже у нас 10 секунд время давайте это же время выставим и в нашем слайде для этого нажимаем кнопку установки времени здесь у нас ровно 10 секунд нас это устраивает нажимаем ok и давайте теперь посмотрим что у нас получилось вот я нажимаю проигрывание начал двигаться наш футаж вот он открылся и появилась наша фотография это именно то чего мы добивались теперь давайте перейдем ко второму нашему слайду вот я еще раз его покажу нам нужно взять футаж с цветком распускающимся и сделать ему соответствующий цвет вот снова становимся на ленту со слайдами нажимаем правую кнопку мыши вставка добавить пустой слайд переходим в параметры слайда открываем фон вот наш фон я сейчас раскреплю вот этот замочек и немножечко растяну его чтобы он полностью закрыл наш экран и скопирую первый ключевой кадр во второй теперь нам нужно добавить фотографию вот наша фотография сейчас я немножечко уменьшу чтобы нам лучше было видно вот так и можно даже отодвинуть вниз я хочу поместить эту фотографию вот в этот круг но желательно чтобы она была вот не такого вида а немножечко овальная для этого мы должны ее немножко обрезать переходим в коррекцию обрезка настройка обрезки зажимаем левую кнопку мыши вот где стрелочка и не отпуская ведем ее в противоположный угол вот примерно вот так мне нужно чтобы она была почти квадратная вот это вариант меня все таки устроен нажимаем ok и смотрим ну вот примерно она получится теперь нам нужно еще добавить сюда виньетку ставим галочку напротив виньетки и выбираем настройка виньетки здесь мы выберем эллипс и вот у нас вот такой эллипс получился можно немножечко размыть края а можно оставить и так окей сейчас это не столь важно и еще что нам нужно сделать немножечко уменьшить изображение вот до такого вида можно чуть меньше сделать чтобы виден был рисунок фона теперь переходим в эффекты и можно добавить сюда еще модификатор чтобы она не просто стояла а немножечко покачивалась для этого на линейное вращение мы добавим модификатор как это сделать вы можете посмотреть в моем уроке про модификаторы ссылочку вы увидите ниже я сейчас не буду на этом останавливаться вот в принципе модификатор у нас получился теперь мы первый ключевой кадр копируем во второй ключевой кадр и смотрим что у нас получилось вот наш слайд идет фотография покачивается немножко это то что мы хотели теперь нам нужно добавить сюда футаж с распускающимся цветком нажимаем на вот этот плюс добавить изображение и ищем футаж если мы перейдем во второй ключевой кадр то мы его увидим этот футаж у нас на черном фоне значит нам нужно убрать этот черный фон переходим в коррекцию прозрачный цвет нажимаем на кнопку прозрачного цвета вот здесь выбираем вот эту стрелочку выбрать цвет берем пипетку выбираем черный цвет нажимаем кнопку выбрать вот здесь тоже немножечко подкорректируем я беру обычно две шестерочки и нажимаем кнопку ok переходим в эффекты и тут во втором ключевом кадре мы можем посмотреть расположение нашего цветка я хочу поставить его вот здесь копируем предыдущий ключевой кадр и давайте посмотрим что у нас получилось вот распустился наш цветок и стоит 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 и это не очень интересно хочется чтобы он распустился и на этом слайд закончился для этого нам тоже нужно воспользоваться обрезкой переходим в параметры слоя находим обрезка видео если мы поставим курсор на вот эту ленту то мы увидим как идет движение нашего слайда то есть как распускается наш цветок в футаже нам нужно найти примерно место где он полностью распустился вот примерно вот это место теперь мы берем вот этот бегуночек зажимаем левую кнопку мышки и двигаем его до того места где мы видели что наш цветок закончил распускаться вот примерно это место теперь отпускаем левую кнопку мыши и это будет конец нашего футажа нажимаем кнопку ok и что мы видим здесь мы должны поставить скорость 50% вот она у меня стоит и громкость убираем до нуля теперь переходим в эффекты и посмотрим что у нас получилось вот распустился наш цветок и все хорошо получается время выставляем здесь 5 секунд теперь я хочу чтобы мой цветок был не белым вот как мы видим здесь а чтобы его окрасить в какой-то цвет но к примеру я хочу чтобы у меня было два цветка с небольшим смещением из которых из которых один был оранжевый а другой вот как бы малиновый под вот этот вот цвет что для этого нужно сделать поскольку у нас будет два цвета нам нужно продублировать наш футаж становимся на слой с футажом нажимаем правой кнопкой мыши и выбираем дублировать слой теперь стоя под нижним футажом мы добавляем сюда цветной слой здесь можно пипеткой выбрать его я хочу поставить значения те которые я выбрала для своего нижнего слоя это у меня будет вот здесь сто шестьдесят здесь сорок семь и здесь семьдесят семь нажимаю кнопочку выбрать и кнопку ок вот я выбрала один из слоев теперь мне нужно вот этот слой футаж использовать как маску вот этому слою цветному для этого я нажимаю правой кнопкой мыши и выбираю использовать как маску и если мы отключим верхний слой то мы увидим что у нас получилось видите наш цветок окрасился вот в такой малиновый цвет то тоже самое мы сделаем с верхним слоем то есть мы добавляем сюда еще один цветной слой точно так же добавляем ему цвет здесь у меня будет двести пятьдесят здесь здесь сто шестьдесят один и последний семьдесят девять выбрать и окей и точно так же верхний слой мы должны назначить как маску нажимаем правой кнопкой мыши и выбираем использовать как маску включаем его и смотрим что у нас получилось и мы видим что наш нижний слой полностью сливается с верхним и его практически не видно что мы должны сделать а мы должны какой-то из этих слоев немножечко сместить ну вот давайте я попробую верхний слой верхний футаж сместить на пару единиц вверх к примеру ну вот у меня здесь стоит 1.33 мне нужно сместить его немножечко вверх для этого я поставлю ну давайте поставим ноль вот видите немножечко он поднялся вверх посмотрим что теперь получилось вот теперь у нас виден верхний и нижний слой не забываем что вот этот второй ключевой кадр нам нужно скопировать в первый и можно теперь просмотреть что у нас получилось вот распускается цветок видно оба слоя и все хорошо очень красиво получилось вы можете смещать его также вправо влево вот к примеру мы можем этот слой переместить сюда видите будет еще большее смещение но это я специально вам показываю чтобы было понятно что с этим можно делать как мы еще можем его украсить вместо параметров линиеного движения мы можем менять масштаб например вот здесь мы поставим ну давайте я 110 поставлю чтобы уж совсем видно было хорошо и копируем предыдущий ключевой кадр вот видите у нас нижний слой меньше а верхний больше если мы немножечко его подвинем так как нижний слой будет стоять то мы хорошо это увидим то есть здесь все зависит уже от вашей фантазии как вы хотите так вы и делаете вы можете попробовать любые из вот этих вот параметров и у вас каждый раз будет новый красивый рисунок итак сегодня мы с вами разобрались как работать с футажом раскрывающийся занавес и подставлять под него свою фотографию и разобрались как сделать вот такой вот футаж цветок распускающийся цветным на этом наш видео урок окончен всего вам доброго до новых встреч